Майкл Ньютон. «Путешествие души. Жизнь между жизнями». Анотация. Каждому из нас, так или иначе, приходится задумываться о том, что же в действительности происходит с человеком после смерти. Книга Майкла Ньютона «Путешествие души» — это сенсация. Сразу же после ее выхода в свет она стала мировым бестселлером. Благодаря этой книге широкому кругу людей впервые стала доступна достоверная, подробная научная информация о том, что происходит с человеком после смерти. То, что в ней описывается, окончательно снимает тайну завесы с самого загадочного процесса, который ожидает каждого из нас. Все оказывается не так плохо, как нам представляли на протяжении многих тысячелетий различные религиозные учения. Эта книга помогает нам взглянуть на смерть более оптимистично. Не как на ужасное наказание, а как на возможность чудесного перехода в другую, полную свободы и духовных переживаний, жизнь. Из этой книги вы узнаете, как происходит удивительный процесс перевоплощения души. Кто нас встретит после физической смерти, куда мы направимся дальше, кто является нашими гидами и ангелами-хранителями, чем они занимаются и чем мы занимаемся после смерти, а также какая структура и иерархия существуют в том неизвестном нам мире. Вы также узнаете, почему и как мы выбираем свое тело, страну, в которой мы живем, профессию, друзей и даже врагов. И все это не чьи-то выдумки и домыслы, не легенды и мифы различных религий, а результаты научно обоснованных исследований, проведенных одним из лучших гипнотерапевтов нашего времени, доктором Майклом Ньютоном. Эта книга построена в виде диалогов с пациентами, в которых доктор Ньютон своими собственными методами регрессивного гипноза вводил в сверхсознательное состояние, во время которого они вспоминали то, что происходило с ними между физическими воплощениями. Их удивительные и часто неожиданные ответы стали откровением даже для самого автора книги. Эта книга, безусловно, актуальна, важна и интересна для всех живущих на Земле людей. Информация, представленная в данной книге, никогда прежде не публиковалась. Пегги, возлюбленной жене и духовному другу Выражаю благодарность своей жене за ее колоссальный вклад, а также признательность Нори Мейпер, Джону Фэхэй и тем людям, которые уделили мне какое-то время своей жизни, редактируя материалы, помогая советами и поддерживая меня. Я также благодарен всем моим пациентам, чья стойкость и мужество сделали возможным это исследование, позволив мне совершить вместе с ними путешествие по тропам их памяти. Узнай о скрытом мире, где души обитают. За гранью смертной тайны путь долгий пролегает. В том вечном переходе ведет нас свет, мерцая. Узрим его мы в трансе, хоть нет воспоминания. Майкл Ньютон Введение Вы боитесь смерти? Вам хотелось бы знать, что произойдет с вами после смерти. Вы спрашиваете, существует ли в вас некий дух, который откуда-то пришел и затем вернется назад после того, как ваше тело умрет? Или же это просто фантазии, вызванные страхом? Парадоксально, но люди — единственные существа на Земле, которые вынуждены подавлять страх смерти, чтобы вести нормальную жизнь. Однако наш биологический инстинкт не дает нам забыть об этом исходе, который нас ожидает. С возрастом ощущение приближающегося конца усиливается в нашем сознании. Даже религиозные люди боятся, что смерть — это конец нашего личностного существования. Величайший страх смерти наталкивает нас на мысли о небытии, которое она приносит с собой, о прекращении всех связей с семьей и друзьями. И все наши земные цели кажутся тщетными и пустыми. Если бы смерть обрывала все, то тогда жизнь действительно была бы бессмысленной. Однако некая сила внутри нас побуждает нас верить в будущий потусторонний мир и чувствовать связь с высшей силой и даже с вечной душой. Если у нас на самом деле есть душа, то куда она отправляется после смерти? Действительно ли существует за пределами нашей физической вселенной некий небесный мир с населяющими его разумными существами? Что он из себя представляет? Что мы делаем, когда попадаем туда? Существует ли высшее существо, отвечающее за этот рай? Эти вопросы столь же стары, как и само человечество, и до сих пор они остаются без ответа для большинства из нас. Истинная разгадка тайны жизни после смерти лежит по ту сторону духовной двери для большинства людей. И это потому, что в нас действует механизм забвения, благодаря которому душа на уровне сознания соединяется с человеческим умом. В последние годы мы много слышали о людях, которые временно умирали и затем возвращались к жизни, рассказывая о том, что там они видели длинный туннель, яркий свет и даже встречались с дружелюбными духовными существами. Но ни один из этих отчетов в многочисленных книгах по реинкарнации, кроме мимолетных первых впечатлений, не приоткрыл нам тайну жизни после смерти. Эта книга является сокровенным дневником о духовном мире. В ней приводятся реальные случаи, которые подробно описывают то, что происходит с нами после того, как заканчивается наша жизнь на Земле. Вы пройдете через духовный туннель, заглянете в духовный мир и узнаете, чем занимаются души до того, как они возвращаются на Землю для другой жизни. Примечание редактора. В данной книге автор употребляет словосочетание «духовный мир», не подразумевая под этим конечную ступень развития души. Здесь «духовный мир» означает место, куда отправляются души людей после физической смерти. Я по натуре скептик, хотя, судя по данной книге, этого не скажешь. Как психолог-консультант и гипнотерапевт, я специализируюсь на коррекции поведения при различных эмоционально-психологических расстройствах. В основном моя работа заключается в том, что я занимаюсь со своими пациентами оперативной психологической перестройкой, помогая им установить связь между их мыслями и эмоциями и устранить нездоровые аспекты в их поведении. Мы вместе выявляем значения, функции и последствия их убеждений, поскольку я считаю, что ни одна ментальная проблема не является надуманной или воображаемой. В начале своей практики я отклонял любые просьбы людей заглянуть в прошлую жизнь, так как я ориентировался на традиционную психотерапию. Когда я использовал гипноз и техники возрастной регрессии, чтобы определить истоки беспокойных воспоминаний, и травм детства, мне казалось, что любая попытка обследовать прошлую жизнь была бы нетрадиционной и выходящей за рамки клинической практики. Мой интерес к реинкарнации и метафизике ограничивался лишь интеллектуальным любопытством, и так было до случая с одним молодым человеком, которому я пытался помочь преодолеть боль. Этот пациент жаловался на хроническую боль в правом боку, мучившую его всю жизнь. Одно из гипнотерапевтических средств регулирования болевых ощущений заключается в том, чтобы сориентировать пациентов на сознательное усиление боли, после чего они могут также научиться уменьшать боль и таким образом контролировать болевые ощущения. Во время одного такого сеанса по интенсификации боли этот человек для воспроизведения своего страдания использовал воображение, представив себе, что его поранили ножом. Пытаясь установить источник этого образа, я в конечном итоге обнаружил, что в своей прошлой жизни он был солдатом Первой мировой войны, который был заколот штыком во Франции, и в результате мы смогли вместе устранить его боль. Вдохновленный этим успехом, я начал экспериментировать. Возвращал некоторых пациентов в период, предшествовавший их последнему рождению на Земле. Сначала я был озабочен тем, что соединение текущих проблем, убеждений и страхов вызовет фейерверк фантасмагорических образов. Однако вскоре я понял, что глубоко сидящая память предлагает нам набор прошлого опыта и переживаний, которые слишком реальны и тесно связаны с нами, чтобы их игнорировать. Во всяком случае, я оценил, насколько терапевтически важна связь между нашим телом и событиями наших прошлых жизней, с одной стороны, и тем, кем мы сегодня являемся, с другой. Затем я случайно сделал для себя открытие огромной важности. Я обнаружил возможность заглянуть в духовный мир через ум человека, находящегося в состоянии гипноза, который способен рассказывать о жизни между жизнями на Земле. «Дверь в духовный мир распахнул для меня случай с женщиной средних лет, особо чувствительной и восприимчивой пациенткой». Заканчивая вспоминать свою предыдущую жизнь в состоянии гипноза, она вдруг заговорила о своем чувстве одиночества и изоляции. Эта необычная личность почти самопроизвольно перешла на высшую стадию измененного сознания. Сам того не понимая, я положил начало чрезвычайно короткой команде, побудившей ее к этому. Я предложил ей направиться к истоку ее чувства утраты того, что она называла «товариществом» или «братством», и я невольно использовал одно из ключевых командных слов, которое стало толчком к ее духовным воспоминаниям. Я спросил, не было ли у нее особой группы друзей, которых ей не хватает. Внезапно моя пациентка начала плакать. «Когда я попросил ее рассказать мне, что случилось, она выпалила. Мне не хватает некоторых друзей из моей группы, вот почему мне так одиноко на земле». Я растерялся и стал расспрашивать ее о том, где же находилась эта группа. «Здесь, в моем постоянном доме», ответила она просто. «И я смотрю на них, на всех, прямо сейчас». Закончив с этой пациенткой и прослушав записи, я понял, что выход на духовный мир связан с расширением регрессии в прошлые жизни. Есть много книг о прошлых жизнях, но я не мог найти ни одной, которая рассказывала бы о нашей жизни в качестве душ или предлагала точные методы пробуждения духовных воспоминаний людей. Я решил провести свое собственное исследование, и мне удалось на практике разработать более успешные методы вхождения в духовный мир через моих субъектов. Я также понял, что выявление места людей в духовном мире имеет гораздо большее значение для них, чем обращение к их прошлым жизням на Земле. Как с помощью гипноза можно достичь души? Представьте себе ум в виде трех концентрических кругов, каждый меньше предыдущего и расположен внутри другого, отделенный от соседнего только слоями ментального сознания, связанными друг с другом. Первый, наружный слой, представлен сознательным умом, то есть критическим, аналитическим или мыслящим сознанием. Второй слой представляет собой подсознание, куда мы в первую очередь попадаем во время гипноза, чтобы войти в зону, хранящую память о всех событиях, происходивших с нами в этой и в прошлых жизнях. Третий слой, самая сердцевина, является тем, что мы называем сверхсознательным умом. Здесь находится высший центр нашего «я», и на этом уровне мы представляем собой проявление высшей силы. Сверхсознание является средоточием нашей истинной сущности и дополняется подсознанием, которое несет в себе память многочисленных альтер-эго, наших других «я», приобретенных нами в наших прежних человеческих телах. «Сверхсознание» — это вообще не уровень, а душа как таковая. Сверхсознательный ум представляет наш высший центр мудрости, и вся моя информация о жизни после смерти приходит из этого источника разумной энергии. Насколько правомерно использовать гипноз для раскрытия истины? Люди, находящиеся под гипнозом, видят ни сны и ни галлюцинации. В данном случае, в состоянии управляемого транса, мы не видим сны в их хронологической последовательности, как это обычно бывает, и мы не галлюцинируем. Когда субъекты приводятся в состояние транса, их мозговые волны замедляются, то есть переходят из стадии бета, бодрствующего сознания, через медитативную стадию альфа к различным уровням в диапазоне тета. Тета — это гипноз, а не сон. Когда мы спим, мы достигаем конечного состояния дельта, когда информация из мозга попадает в подсознание и изливается через наши сны. Но на стадии тета сознательный ум вовсе не находится в бессознательном состоянии. Поэтому, имея все каналы памяти открытыми, мы можем и получать, и посылать информацию. Находясь в состоянии гипноза, люди передают гипнологу свои точные наблюдения, картины, которые они видят, и беседы, которые они слышат в своем бессознательном уме. Отвечая на вопросы, субъект не может лгать, но он может неправильно интерпретировать то, что он видит в бессознательном уме, так же, как мы делаем это в состоянии сознания. В состоянии гипноза людям трудно принимать то, в истинность чего они не верят. Некоторые критически настроенные по отношению к гипнозу люди убеждены, что субъект, находясь в трансе, выдумывает свои воспоминания и дает такие ответы, чтобы они соответствовали теоретической схеме, предложенной гипнотизером. Я считаю, что такое обобщение является ложным допущением. В своей работе я воспринимаю и анализирую каждый случай так, как если бы я впервые получил подобную информацию. Если субъект сумел каким-то образом выпасть из гипнотического процесса и специально сочинить что-то о духовном мире, или он стал высказывать что-то по ассоциации с имеющимися у него идеями о жизни после смерти, то в таком случае эти ответы очень быстро придут в противоречие с отчетами о других случаях. Я знал и использовал метод тщательной перекрестной проверки уже в начале своей практики и не встречал случая, чтобы кто-нибудь хитрил, искажая свой духовный опыт, чтобы удовлетворить меня. В действительности субъекты в состоянии гипноза, не задумываясь, исправляли меня, если я неправильно или неточно интерпретировал их сообщения. По мере того, как моя картотека росла, я путем проб и ошибок обнаружил, что вопросы о духовном мире следует формулировать в определенной последовательности. Субъекты в состоянии сверхсознания сами не имеют особых причин или мотивов, чтобы выделять те или иные аспекты в океане информации о жизни души в духовном мире. Необходимо иметь правильный набор ключей к тем или иным дверям. В конце концов, мне удалось выработать надежный метод проникновения в различные сферы духовного мира, с помощью которого я могу открывать нужные двери в нужный момент во время сеанса. Так как с каждым сеансом я обретал большую уверенность, люди чувствовали, что я хорошо ориентируюсь в вопросах потустороннего мира и поэтому спокойно рассказывали мне о нем. Среди моих пациентов, участвовавших в этих сеансах, были как очень религиозные мужчины и женщины, так и те, кто не имел особых духовных убеждений вообще. Большинство находилось где-то посередине, располагая набором своих собственных представлений о жизни. В ходе своих исследований я обнаружил удивительную вещь. Как только субъекты погружались путем регрессии в состояние своей души, все они демонстрировали замечательную последовательность в ответах на вопросы о духовном мире. Люди даже использовали одни и те же слова и наглядные описания, когда обсуждали свою жизнь в качестве души. Однако, несмотря на факт этой гомогенности или единообразие опыта столь многих пациентов, я продолжал проверять и сопоставлять высказывания моих субъектов и находить все новые подтверждения о характерных особенностях функциональной деятельности души. Имелись некоторые различия в рассказах, но это, скорее всего, имело отношение к уровню развития души, чем к существенному расхождению в восприятии каждым субъектом духовного мира. Исследование продвигалось мучительно медленно, но по мере того, как архив записей моих сеансов рос, я выстраивал и, в конце концов, выстроил модель того извечного мира, в котором живут наши души. Я обнаружил, что идеи о духовном мире моих пациентов содержат в себе элементы вселенских истин, которые разделяются душами всех людей, живущих на Земле. Именно эти представления, столь многочисленных, различающихся между собой типов людей, убедили меня в том, что их утверждения правдоподобны. Я не религиозный человек, но я считаю, что место, куда мы отправляемся после смерти, единообразно по устройству и управлению. И я пришел к убеждению, что существует некий грандиозный план жизни на Земле и того, что мы имеем после этой жизни. Когда я размышлял над тем, как лучше представить свои открытия, я решил, что метод последовательного изложения отдельных случаев даст читателю больше возможности оценить рассказы пациентов о жизни после жизни. «Каждый случай, который я отобрал, это прямой диалог между мной и субъектом. Сами материалы свидетельств взяты из магнитофонных записей моих сеансов. Эта книга не о прошлых жизнях моих пациентов. она скорее является документальным изложением их опыта в духовном мире в связи с этими жизнями. Для читателей, у которых могут возникнуть трудности с пониманием души как нематериального объекта, описания, приводимые в первых главах, объясняют, как души возникают и как они функционируют. Каждая история немного сокращена, чтобы уложиться в заданный объем и представить читателю систематизированное компактное изложение деятельности души. Главы построены так, чтобы показать обычный вариант продвижения души в духовный мир и из него и сопроводить это сопутствующей духовной информацией. Описание путешествий душ в периоды между смертью и следующим воплощением составлены из случаев, которые я собирал в течение десяти лет. Меня сначала удивляло то, что мне попадались люди, которые более отчетливо помнили эпизоды жизни их души в промежутках между более отдаленными их жизнями, чем после недавних прошлых жизней. Кроме того, по тем или иным причинам, ни один субъект не мог вспомнить последовательно и полно всю деятельность своей души в духовном мире. Мои пациенты помнили какие-то аспекты своей духовной жизни довольно ярко, в то время как другие стороны были им неясны. В результате, даже в материалах 29 случаев, представленных в этой книге, сложно было дать читателю в полном объеме всю собранную мной информацию о духовном мире. Поэтому различные главы, помимо описания указанных 29 случаев, содержат детали из многих других сеансов. Возможно, читатель сочтет мои вопросы в некоторых случаях чересчур настойчивыми. Когда субъект находится под гипнозом, необходимо держать его в определенном русле. В работе с духовным миром требования должны быть выше, чем при регрессии в прошлую жизнь. Находясь в трансе, обычный субъект склонен позволять уму своей души блуждать повсюду, наблюдая различные интересные сцены и картины. Порой пациентам хочется, чтобы я прекратил расспросы и позволил им просто наслаждаться прошлым опытом и переживаниями души, не отвлекаясь на беседу. Я пытаюсь быть мягким и не придерживаться слишком жестких структурных рамок сеанса, но, как правило, один субъект имеет только один сеанс, длящийся три часа, и за это время он может слишком далеко уйти. Люди могут покрыть большие расстояния и не сумеют вернуться, потеряв меня из виду. Стоит посмотреть на выражение изумления на лицах пациентов по окончании сеанса. У тех из нас, кто имел возможность действительно убедиться в своем бессмертии, рождается новое глубокое понимание себя и появляются новые силы. Прежде чем вывести моих субъектов из состояния гипноза, я часто закладываю в них постгипнотическую память. Осознанно владея знанием о жизни своей души в духовном мире и о ее физическом существовании на Земле и на других планетах, эти люди обретают более сильное чувство направления своего развития и энергию для дальнейшей жизни. «Наконец, я должен сказать, что то, что вы сейчас прочитаете, может шокировать вас, разрушив ваше представление о смерти. Материал, изложенный здесь, может вступить в противоречие с вашими философско-религиозными убеждениями. Какие-то читатели найдут здесь подтверждение своих идей и точек зрения. Другим же информация, представленная в этих случаях, покажется просто субъективными историями, напоминающими научно-фантастические рассказы. Каковы бы ни были ваши убеждения, я надеюсь, что вы задумаетесь о том, какое значение это знание может иметь для всего человечества в случае, если сведения, переданные моими субъектами о жизни после смерти, точны. Примечание издателя Духовный мир Spirit World В английском языке Spirit означает как дух, так и душу. В русском языке под духовным миром иногда подразумевается мир божественный или в христианской литературе царство Божие. В данной книге Spirit World Духовный мир больше соответствует понятию потусторонний мир или послесмертный мир, то есть мир, куда попадает обычный человек после смерти. Автор не имеет в виду, что умирая, каждый человек автоматически попадает в царство Божие. Глава первая. Смерть и оставление тела. Случай первый. Субъект. О, мой Бог, в действительности я не умер? то есть мое тело умерло. Я могу видеть его внизу подо мной, но сам я плаваю. Я могу смотреть вниз и видеть мое тело, которое распростерлось на больничной койке. Все вокруг меня думают, что я умер, но я не умер. Мне хочется закричать «Эй, я на самом деле не умер!» Это так невероятно! Медсестры покрывают мое лицо простыней, люди, которых я знаю, плачут, меня считают умершим, но я все еще жив. Это странно, потому что мое тело определенно мертво, в то время, как я двигаюсь над ним сверху. Я жив! Эти слова сказаны человеком, находящимся в состоянии глубокого гипноза и вновь переживающим опыт смерти. В благоговейном трепете он отрывисто выпаливает короткие восторженные фразы, видя и чувствуя, что это значит быть духом, только что отделившимся от физического тела. Этот человек мой пациент, который сидит в удобном кресле, откинувшись назад, а я просто помогаю ему воссоздавать картину его смерти в прошлой жизни. Несколько раньше этот субъект, следуя моим инструкциям, позволяющим совершить возрастную регрессию, в состоянии транса погрузился в воспоминания детства. Далее его подсознательные ощущения начали сливаться, когда мы вместе попытались вернуться в его внутриутробный период жизни. И тогда я подготовил его к тому, чтобы с помощью визуализированного защитного экрана сделать еще один скачок назад во времени. Завершив важный шаг ментальной подготовки, я направил моего субъекта через воображаемый туннель времени в его прошлую жизнь на земле. Это была короткая жизнь, потому что он умер внезапно от эпидемии гриппа в 1918 году. Когда первоначальный шок моего пациента от того, что он видит себя умершим и в то же время чувствует, как его душа выплывает из его тела, начинает понемногу проходить, и он уже более готов к визуальным образом в своем уме. поскольку небольшая часть его сознания, очень важная часть его ума, все еще функционирует, он понимает, что воссоздает прошлый опыт. В данном случае это длилось несколько дольше, чем обычно, так как этот субъект являлся довольно молодой душой и не очень привык к циклам рождения, смерти и нового рождения, в отличие от многих других моих пациентов. Тем не менее, он довольно скоро привык к этому и начал откликаться на мои вопросы более уверенно. Я быстро вывел этого субъекта с подсознательного гипнотического уровня на сверхсознательный. Теперь он был готов рассказывать мне о духовном мире, и я спросил его о том, что с ним происходит. Ну, я поднимаюсь выше, все еще плавая, оглядываясь назад на мое тело. Это как в кино, только я участвую в нем. Врач успокаивает мою жену и дочь. Моя жена рыдает. Субъект заерзал в своем кресле. Я пытаюсь проникнуть в ее ум и рассказать ей, что со мной все в порядке, но она настолько сильно охвачена горем, что мне не удается пробиться. Я хочу, чтобы она знала, что мое страдание ушло. я свободен от своего тела, мне оно больше не нужно, что я буду ждать ее. Я хочу, чтобы она знала, что... но она не слушает меня. Ого, теперь я перемещаюсь куда-то дальше. Итак, направляемый моими командами, пациент начинает процесс дальнейшего перемещения в духовный мир. Находясь под защитой в стенах моего офиса, многие другие пациенты совершали этот путь. Обычно после того, как воспоминания субъекта в гипнотическом состоянии сверхсознания расширяются, он оказывается более связанным с этим духовным переходом. В ходе сеанса ментальные картины субъекта становятся легче переводить в слова. Короткие описательные фразы перерастают в подробные описания и объяснения вхождения в духовный мир. Существует множество задокументированных материалов, включая наблюдения медицинского персонала, которые описывают опыт переживания клинической смерти людьми, получившими тяжелые травмы в результате несчастных случаев. Эти люди считались умершими, но потом их удавалось вернуть к жизни различными медицинскими способами. души способны покидать свои тела и возвращаться в них, особенно в опасных для жизни ситуациях, когда тело умирает. Люди рассказывают о том, что они парят над своими телами, особенно в больницах, наблюдая за тем, как врачи пытаются их спасти. После того, как они возвращаются к жизни, эти впечатления постепенно угасают в их памяти. На ранних стадиях гипнотической регрессии субъектов в предыдущую жизнь, их описание ментального прохождения через процесс умирания в их прошлой жизни не противоречит рассказам тех людей, которые считались действительно умершими в течение нескольких минут, но потом были снова возвращены к жизни. Разница между этими двумя группами людей в том, что субъекты, находящиеся под гипнозом, вспоминают непереживание своей временной кончины. Люди в состоянии глубокого транса способны описывать жизнь, которая начинается после окончательной физической смерти. Что общего в воспоминаниях о жизни после жизни людей, рассказывающих о своем опыте пребывания вне тела, которое они имели в результате физической травмы, и субъектов, которые под гипнозом вспоминают о своей смерти в прошлой жизни. И те, и другие обнаруживают, что плавают над своими телами. Они при этом пытаются прикоснуться к твердым объектам, но не могут их ощутить. И те, и другие рассказывают, что им, к сожалению, не удается завязать разговор с живыми людьми, которые не реагируют на них. И те, и другие чувствуют, что какая-то сила увлекает их прочь от места, где они умерли, и они чувствуют скорее облегчение и любопытство, чем страх. Все эти люди сообщают об эйфорическом чувстве свободы и ярком сиянии вокруг них. Некоторые мои субъекты видят ослепительную белизну, полностью окутывающую их в момент смерти, в то время как другие наблюдают яркий свет в стороне от более темного участка, через который их влекут. Широкой публике это явление известно как прохождение через туннель. Во втором случае мы можем проникнуть в опыт переживания смерти дальше, чем в случае первом. Теперь субъект мужчина 60 лет, и он описывает обстоятельства своей гибели в теле молодой женщины по имени Селли, которая была убита индейцами племени Кайова во время нападения на обоз переселенцев в 1866 году. Хотя в обоих случаях субъекты описывают опыт смерти после своей предыдущей жизни, конкретная дата смерти не имеет особого значения, потому что это в любом случае было недавно. Я не нашел существенной разницы между воспоминаниями о жизнях в далеком прошлом и в современную эпоху в смысле наглядности и живости впечатления о духовном мире или качества полученных уроков. Я должен также сказать, что обычный субъект в состоянии транса обладает сверхъестественной способностью концентрироваться на датах и географических деталях многих своих прошлых жизней. Это так даже в отношении очень ранних периодов человеческой цивилизации, когда национальные границы и названия мест отличались от современных. Но не всегда оказывается легко вспомнить старые названия, даты и географическую местность своей ближайшей прошлой жизни. Однако описание возвращения в духовный мир и жизнь в этом мире неизменно яркие. Итак, действие в случае втором начинается в равнинной местности на юге Америки в тот момент, когда стрела с близкого расстояния попадает в шею Селли. Я всегда осторожен со сценами смерти, наступающей в результате насильственной травмы в прошлых жизнях, потому что подсознательный ум все еще удерживает в памяти этот опыт. Субъект из второго случая пришел ко мне с жалобой на болезненные ощущения в горле, которые его беспокоили в течение этой его жизни. В таких случаях обычно требуется специальная терапия и депрограммирование. Работая с субъектами, я всегда пользуюсь случаем, чтобы поместить его в положение наблюдателя и таким образом смягчить его боль и эмоциональные переживания. Случай второй. Доктор Ньютон, испытываете ли вы боль от стрелы? Субъект. Да. Наконечником разорвало мое горло. Я умираю. Субъект начинает говорить шепотом, схватившись руками за горло. Я задыхаюсь. Хлещет кровь. Уилл, муж, держит меня. Боль ужасная. Я ухожу. Так или иначе, все кончено. Примечание. Часто души покидают свое человеческое тело за несколько мгновений до фактической смерти, если они испытывают сильную физическую боль. Кто может порицать их? Тем не менее, они остаются рядом с умирающим телом. Применив кое-какие успокаивающие приемы, я поднимаю этого субъекта с уровня подсознания на уровень сверхсознания для того, чтобы перейти к духовным воспоминаниям. Хорошо, Селли, вы приняли тот факт, что были убиты этими индейцами. Не опишите ли вы мне ощущение, которое вы испытывали в момент смерти. Словно некая сила выталкивает меня из моего тела. Выталкивает вас? Каким образом? Меня выталкивают из макушки моей головы. Что выталкивают? Ну, меня. Опишите, что означает меня. Как выглядит то, чем вы являетесь, и что выходит из головы вашего тела? Искорка света, сияющая, откуда исходит свет? Из моей энергии. Я выгляжу, как нечто прозрачно-белое, моя душа. Остается ли эта энергия света такой же, после того, как вы покинули свое тело? Кажется, что я немного увеличилась при перемещении. Если ваш свет расширяется, то как вы сейчас выглядите? Как тонкая нить, зависшая в воздухе? И как вы на самом деле ощущаете процесс выхода из своего тела? Ну, это как если бы я сбросила свою кожу, как очищенный банан? Я просто оказалась без своего тела. Это неприятное чувство? Нет. Так чудесно чувствовать себя свободной и без всякой боли, но я дезориентированно. Я не собиралась умирать. В голосе моего пациента появляется печаль, и я прошу его еще минуту продолжать оставаться сосредоточенным на своей душе, а не на том, что происходит на земле с его телом. Я понимаю, Селли. Вы, как душа, чувствуете себя в данный момент немного не в своей тарелке. Это нормально в вашей ситуации, потому что то, что вы имели, просто закончилось. Внимательно слушайте и отвечайте на мои вопросы. Вы сказали, что плавали. Способны ли вы свободно перемещаться сразу после смерти? Это странно, словно я повисла в воздухе, который совсем не воздух, нет пределов, нет силы тяжести, я невесома. Вы хотите сказать, что для вас это подобно тому, как если бы вы оказались в вакууме? Да, вокруг меня нет твердых предметов, нет никаких преград, в которые я могла бы врезаться. Меня относит куда-то в сторону. Можете ли вы контролировать свои движения, то, куда вы направляетесь? Да, кое-что я могу делать, но что-то влечет меня в яркую белизну. Она такая яркая, эта белизна повсюду одинаково интенсивна. Ярче поодалит меня и немного темнее. Серая в той стороне, где мое тело начинает плакать. О, мое бедное тело, я еще не готова уходить. Субъект вжимается в спинку кресла, словно чему-то сопротивляется. Все в порядке, Селли, я с вами. Я хочу, чтобы вы расслабились и рассказали мне, продолжает ли та сила, которая вытащила вас из головы в момент смерти, все так же увлекать вас прочь, и можете ли вы остановить ее. Когда я освободилась от моего тела, тяга ослабла. Теперь я чувствую, что меня подталкивают, уводя меня от моего тела. Я еще не хочу уходить, но что-то хочет, чтобы я быстро ушла. Я понимаю, Селли, но я подозреваю, что вы узнали, что можете кое-что контролировать. Как бы вы описали то, что увлекает вас прочь? Что-то вроде магнетической силы, но я хочу немного задержаться. Может ли ваша душа сопротивляться этому ощущению, этой силе, так долго, как вы хотите? Долгая пауза, во время которой у субъекта, кажется, происходит внутренняя борьба, спор с собой в его прошлой жизни в качестве Селли. «Да, я могу, если действительно захочу остаться». Субъект начинает плакать. «Ох, ужас, что эти дикари сделали с моим телом. Повсюду кровь на моем красивом голубом платье. Мой муж Уилл пытается удержать меня и все еще борется вместе с нашими друзьями против индейцев Каева». Примечание. «Я усилил образ защитного экрана вокруг этого субъекта, который очень важен для успокоительных действий и процедур. Душа Селли все еще витает над ее телом после того, как я продвинул сцену вперед во времени, к моменту, когда индейцы были отогнаны от обоза выстрелами из ружей». «Селли, что делает ваш муж после того, как атака отбита? Ох, хорошо, он не ранен, но он держит мое тело, плачет надо мной. Он ничем не может мне помочь, но, кажется, он этого еще не понял. Я холодна, но он руками держит мое лицо, целует меня». «И что вы сейчас делаете? я над головой Уилла. Я пытаюсь его утешить. Я хочу, чтобы он почувствовал, что моя любовь на самом деле не ушла. Я хочу, чтобы он знал, что он не потерял меня навсегда, и что я увижу его снова. Доходит ли до него ваше послание? О, столько горя! Но он чувствует мою сущность. Я знаю это. Наши друзья окружили его, и они окончательно разлучают нас. Они хотят исправить обозы и снова заняться делами. Что происходит теперь с вашей душой? Я все еще сопротивляюсь ощущению тяги. Я хочу остаться. Почему? Ну, я знаю, что я умерла, но я не готова еще покинуть Уилла, и я хочу посмотреть, как они похоронят меня. Видите ли вы или чувствуете других духовных существ вокруг себя в данный момент? Они рядом. Скоро я увижу их. Я чувствую их любовь, так как я хотела бы, чтобы Уилл почувствовал мою. Они ждут, когда я буду готова. Тем временем, можете вы утешить Уилла. Я пытаюсь проникнуть в его ум. Удается ли вам это? Я думаю, немного. Он чувствует меня, он понимает, любит. Хорошо, Селли, теперь мы переместимся немного вперед во времени. Видите ли вы, как ваши друзья по обозу помещают ваше тело в могилу? Да, они похоронили меня. Мне пора идти. Они уже пришли за мной. Я направляюсь к более яркому свету. Вопреки мнению некоторых людей, души часто проявляют мало интереса к тому, что происходит с их телом после того, как они физически умерли. Это не проявление жестокосердия по отношению к ситуации и к людям, которых они оставили на земле, а просто чувство облегчения, которое испытывают эти души по окончании своей ужасной смерти. Они хотят быстрее отправиться в прекрасный духовный мир. Однако есть много таких душ, которые желают задержаться в том месте, где их застигла смерть, на несколько земных дней, обычно до похорон. Для душ один день на земле может показаться минутой. Существует множество различных мотивов, побуждающих душу задержаться. Например, тот, кого неожиданно убили, или с кем произошел несчастный случай, часто не хочет уходить сразу. Я обнаружил, что нередко эти души испытывают растерянность или раздражение. Синдром зависания души особенно характерен для тех, кто умер в молодом возрасте. Резкое отделение от человеческой формы, даже после продолжительной болезни, это все же удар для обычной души. И в таком случае, в момент смерти, она также неохотно расстается с телом. Есть поэтому что-то символическое для души в организации трехдневной или пятидневной похоронной церемонии. На самом деле, души неодержимы болезненным желанием увидеть, как их хоронят, потому что эмоции в духовном мире отличаются от тех, какие мы испытываем здесь, на земле. Однако я обнаружил, что души признательны за то уважение, которое оказывают им их родственники и друзья в память об их физической жизни. Как мы видели в последнем случае, есть одна основная причина для многих душ не торопиться уходить с места их физической смерти. Это желание мысленно обратиться к близким, чтобы успокоить их, прежде чем отправиться дальше в духовный мир. Те, кто только что умер, не сокрушаются о своей смерти, потому что они знают, что те, кто остался на земле, увидят их снова в духовном мире, а также, возможно, позже в других жизнях. С другой стороны, родственники умершего, как правило, чувствуют, что потеряли своего близкого навсегда. Находясь под гипнозом, мои субъекты вспоминают, что бывали расстроены из-за того, что им не удавалось успешно использовать свою энергию и ментально соприкоснуться с человеком, который из-за шока и горя оказывался невосприимчивым. Эмоциональная травма живущих может захлестнуть их внутренний ум до такой степени, что их ментальная способность к общению с душами заглушается. Если только что отошедшая душа все все находит способ утешить живущих, хотя бы очень быстро и коротко, она обычно удовлетворяется и стремится затем быстро удалиться из астрального плана земли. В моей собственной жизни имел место типичный случай такого духовного утешения. Моя мать скончалась внезапно из-за сердечного приступа. В период подготовки к похоронам я и моя сестра были настолько опечалены, что во время самой церемонии находились в совершенно заторможенном состоянии. Через несколько часов мы вернулись в пустой дом матери вместе со своими супругами и решили отдохнуть. Я и моя сестра должно быть почти одновременно достигли альфа состояния, стадии сна, когда обостряется чувствительность и восприимчивость. Появившись в двух разных комнатах, моя мать прошла сквозь наши подсознательные умы подобны видению, очищающему белому свету, пронесшемуся над нашими головами. Соприкоснувшись с нами, она улыбнулась, сообщая о том, что она приняла свою смерть и чувствует себя хорошо. Затем она плавно удалилась. Продолжаясь всего лишь несколько секунд, это действие стало своего рода выразительным завершающим актом, в результате которого мы оба погрузились в глубокий сон стадии дельта. Мы способны чувствовать успокаивающее присутствие душ отошедших близких, особенно во время или сразу после похорон, чтобы духовный контакт мог установиться, находящимся в состоянии шока, необходимо попытаться хоть на короткое время расслабиться, чтобы их ум прояснился. В такие моменты наша восприимчивость к паранормальным явлениям повышается, и мы более готовы получать позитивные послания любви, прощения, надежды и поддержки, а также подтверждение, что близкий покинувший вас находится в хорошем месте. Когда вдова с маленькими детьми говорит мне, какая-то частичка моего мужа является ко мне в трудные минуты, я верю ей. Мои пациенты рассказывают мне, что как души они способны помочь находящимся на земле связать свой ум с самим духовным миром. Как было мудро сказано, люди на самом деле не уходят, пока их помнят те, кто остался на земле. В следующих главах мы увидим, что существует особая память, являющаяся отражением нашей собственной души и коллективные воспоминания, которые для всех душ представляют собой атомы чистой энергии. Смерть не прерывает нашу связь с бессмертной душой тех, кого мы любим и которые утратили свое персонифицированное материальное тело. Несмотря на свою активную деятельность в духовном мире, эти отошедшие души все же могут прийти, если их позовут. Иногда обеспокоенная душа не желает покинуть Землю после физической смерти. Это бывает из-за того, что у нее остались нерешенными некоторые проблемы, имевшие сильное влияние на ее сознание. В этих аномальных случаях на помощь приходят высшие существа, которые помогают пройти через адаптационный период. Мы также можем помочь здесь, на Земле, этой растерянной душе, просто отпустив ее. Я подробнее остановлюсь на этих обеспокоенных душах в главе четвертой, но то, что пишут в книгах и показывают в кино о таинственных призраках, это сильное преувеличение. Как лучше всего подготовиться к нашему собственному уходу? Наша жизнь может быть короткой или длинной, здоровой или отягощенной болезнями, но придет время, когда все мы должны будем принять это. Если мы неизлечимо больны, то есть смысл так или иначе подготовить ум, как только пройдет первый шок, отрицание и депрессия. Когда мы внезапно оказываемся перед лицом смерти, наш ум сам находит кратчайший выход в такого рода ситуации. Когда приближается конец нашего физического существования, все мы имеем возможность и способность соединиться с нашим высшим сознанием. Умирание это такой момент в нашей жизни, когда легче всего восстановить свое духовное сознание, когда мы можем почувствовать, что наша душа связана с вечностью. Хотя есть умирающие люди, которым трудно позитивно принять свой уход. Те, кто ухаживают за ними, говорят, что почти каждый из них в последние моменты обретает чувство покоя и отрешенности. Я убежден, что умирающим людям открывается доступ к высшему знанию их вечного сознания. И это часто отражается на их лицах. Многие из этих людей обретают понимание, что что-то вечное, вселенское ожидает их там. И это будет хорошо. Умирающие люди проходят через процесс трансформации, во время которого душа отделяется от когда-то принятого ею тела. Люди связывают смерть с утратой жизненной силы, тогда как на самом деле происходит обратное. Мы теряем свое тело во время смерти, но наша вечная жизненная энергия соединяется силой божественной сверх души. Смерть это не тьма, а свет. Мои пациенты говорят, что после того, как они вспоминают опыт своей прошлой смерти, они заново наполняются ощущением такой свободы от своих бренных тел, что жаждут немедленно начать свое духовное путешествие в мир покоя и знания. Из последующих случаев мы узнаем, что из себя представляет жизнь после жизни. Глава вторая Врата в духовный мир В течение многих тысячелетий жители Месопотамии верили, что небесные врата находятся в противоположном конце большого изгиба Млечного Пути, называемого Рекой Душ, и после смерти души ждут открытия дверей Стрельца в дни осеннего равноденствия, когда день и ночь равны. Реинкарнация или возвращение на Землю согласно этой концепции могла произойти лишь во время весеннего равноденствия через выход в созвездии близнецов в их ночном небе. Мои субъекты рассказывают мне, что на самом деле миграция души происходит намного проще. Эффект туннеля, который они переживают, покидая Землю, является вхождением в духовный мир. Хотя души покидают свое тело быстро, вхождение в духовный мир представляется мне тщательно выстроенным и неторопливо происходящим процессом. Позже, когда мы возвращаемся на Землю в другую жизнь, путь назад по рассказам моих субъектов значительно короче. Разные субъекты по-разному описывают место расположения туннеля относительно Земли. Некоторые только что умершие люди видят туннель открытым, расположенным прямо над их телом, в то время как другие рассказывают, что им приходится подниматься высоко над Землей, прежде чем они могут войти в этот туннель. Во всех случаях, однако, этот отрезок времени незначителен для души, покинувшей Землю. Ниже приводится наблюдение одного из моих субъектов. Случай третий. Доктор Ньютон, сейчас вы покидаете свое тело. Вы видите, как все дальше и дальше удаляетесь от места, где вы умерли, все дальше от поверхности Земли. Расскажите мне, что вы сейчас испытываете. Субъект, сначала было очень ярко, рядом с землей. Теперь стало немного темнее, потому что я вошел в туннель. Опишите мне этот туннель. Он пустой, темный проход, и в другом конце виден маленький кружок света. Хорошо, что дальше с вами происходит? Я чувствую тягу, мягкое затягивание. Я думаю, что должен двигаться по этому туннелю. И я продвигаюсь. Теперь здесь не темно, а скорее сумрачно, потому что яркий кружок света растет и приближается. Это как если бы... Продолжайте. Меня зовут вперед. Пусть кружок света увеличивается перед вами в конце туннеля, а вы продолжайте объяснять, что с вами происходит. Кружок света становится очень большим и... Я вышел из туннеля. Здесь приглушенная яркость, легкий туман. Я просачиваюсь сквозь него. После того, как вы вышли из туннеля, что еще ощутили вы в своем уме, помимо того, что нет абсолютной зрительной ясности? это такой покой, так спокойно. Я нахожусь в мире душ. Имеются ли у вас, как у души в данный момент, какие-нибудь еще впечатления? Мысль. Я чувствую силу мысли вокруг меня. Я... Полностью расслабьтесь. И пусть ваши впечатления легко проявляются по мере того, как вы будете в точности рассказывать мне все, что происходит с вами. Пожалуйста, продолжайте. Ну, это трудно выразить словами. Я чувствую мысли любви, братства, симпатии, и все это соединено с предчувствием, словно другие ждут меня. Чувствуете ли вы себя в безопасности или немного испуганы? Мне не страшно. Когда я был в туннеле, я был более дезориентирован. Да, я чувствую себя в безопасности. Я осознаю долетающие до меня мысли, заботы, поддержки. Странно, но вокруг меня присутствует также понимание того, кто я и почему я сейчас здесь. Видите ли вы какие-нибудь проявления этого? Нет, я чувствую это. Гармонию мысли повсюду. Вы упоминали о появлении облачной субстанции вокруг вас сразу после выхода из туннеля. Вы в небе над землей? Нет, не так, но кажется, я плаваю в облаках, которые отличаются от земных. Видна ли вам вообще земля? Есть ли она под вами? Может быть есть, но я не видел ее с тех пор, как вошел в туннель. Чувствуете ли вы, что все еще связаны с землей? Возможно, через другое пространство? Есть такая вероятность, да. В моем уме земля кажется близкой, и я все еще чувствую связь с землей, но я знаю, что я в другом пространстве. Что еще вы можете мне рассказать о своем теперешнем местопребывании? Здесь немного неподвижно, сумрачно, но я перемещаюсь дальше и удаляюсь отсюда. Этот конкретный субъект, пройдя через опыт смерти и через туннель, продолжает достаточно спокойно в своем уме приспосабливаться к своему бестелесному состоянию, уносясь при этом все дальше в духовный мир. Первые впечатления этого пациента после первоначального ощущения неопределенности говорят о присутствующем там чувстве благополучия. Обычно это испытывают все мои субъекты. В своем путешествии в духовный мир наши души, прошедшие через туннель, уже оставили позади входные врата. Большинство теперь полностью осознают, что они на самом родились от бремени земного тела. Оно умерло. Вместе с этим пониманием приходит принятие этого факта, и степень этого принятия зависит от души. Наиболее типичная реакция из всех, которые я наблюдал, это вздох облегчения, за которым следует что-то вроде «О, замечательно! я снова дома в этом прекрасном месте!» Есть и высокоразвитые души, которые так стремительно выходят из своего тела, что многое из того, что я описываю здесь, воспринимается ими довольно смутно, когда они возвращаются назад к изначальному месту своего духовного обитания. Они своего рода специалисты, и, по моему мнению, таких душ довольно мало на земле. Обычные души уходят не так быстро, а некоторые даже очень неохотно. Я считаю, что такие крайне встревоженные души, отчаянно пытающиеся сохранить связь со своим умершим телом, представляют собой, как правило, категорию более молодых душ, имеющих всего несколько прошлых жизней и после смерти сохраняющих привязанность к земной среде обитания. Большинство моих субъектов сообщают, что, когда они выходят из туннеля, все вокруг какое-то время еще остается неясным. Я думаю, что это из-за плотности ближайшего астрального плана окружающего Землю, которую теософы называют камалокой. Следующий случай описывает эту область с точки зрения более интеллектуального пациента. Душа этой личности, рассказывая о своих наблюдениях, демонстрирует значительную глубину постижения формы, цвета, уровня вибрации. Обычно такие детальные описания мои субъекты дают позже, когда проникают дальше в духовный мир после того, как успевают привыкнуть к новому окружению. Случай четвертый. Доктор Ньютон, как можно подробнее опишите, что вы видите вокруг себя, удаляясь от туннеля. Субъект, вещи в виде слоев. Каких слоев? Ну, вроде пирожного. На примере пирожного объясните, что вы имеете в виду. Я хочу сказать, что некоторые пирожные имеют узкий верх и расширяются к низу. Все это не похоже на то, что я наблюдал, проходя через туннель. Я вижу слои уровни света. Они кажутся мне полупрозрачными, зубчатыми. Видите ли вы плотные структуры здесь, в духовном мире? Я и пытаюсь это объяснить. Это не плотная субстанция, хотя сначала так может показаться. Она состоит из слоев. Уровни света сплетены все вместе в многослойные нити. Я не хочу, чтобы создавалось впечатление, что вещи не симметричны, а не симметричны. Но я вижу различную толщину слоев и различное преломление света в этих слоях. Они также смещаются то назад, то вперед. Я всегда замечаю это, когда удаляюсь от земли. Почему, по-вашему, так происходит? Я не знаю, я этим не занимался. Из вашего описания я могу представить духовный мир как огромный многоярусный вертикальный ряд с затененными сечениями сверху донизу. Да, и сечения округлые, они отклоняются в сторону от меня, когда я проплываю через них. Наблюдая из своей позиции, можете ли вы рассказать мне, какие цвета имеются в слоях. Но я не говорил, что слои имеют различные оттенки цветов. Все они вибрации белого цвета. Здесь, где я сейчас прохожу, светлее, ярче, чем там, где я был. Вокруг меня сейчас затуманенный белый, который немного ярче, чем был в туннеле. Когда вы проплываете через эти духовные слои, ваша душа движется вверх или вниз? Ни то, ни другое. Я двигаюсь поперек, насквозь. Ну, хорошо. В таком случае, видите ли вы духовный мир в данный момент в линейном измерении, в линиях и углах, когда движетесь поперек? Для меня это главным образом простирающаяся нематериальная энергия, которая разбита на светлые и темные слои в различных цветовых вариациях. Я думаю, что что-то втягивает меня внутрь моего уровня продвижения, а также пытается расслабить меня. Каким образом? Я слышу звуки. Какие звуки? Эхо, музыки, музыкального перезвона, музыки ветра, вибрирующей с моими движениями, такой расслабляющей. Другие люди определяли эти звуки как вибрационные по своей природе, подобные резкому звуку камертона. Согласны ли вы с этой характеристикой? Да, это именно так. И я также помню запах и вкус. Означает ли это, что наши физические чувства сохраняются после смерти? Да, память о них, волны музыкальных звуков здесь так прекрасны, колокольчики, струны, такой покой. Многие мои субъекты, путешествовавшие по духовному миру, сообщают о расслабляющих ощущениях музыкальных вибраций. Шумовые ощущения возникают вскоре после смерти. Некоторые субъекты рассказывают, что сразу после оставления физического тела слышат гудящие или жужжащие звуки. Они подобны шуму, который можно слышать рядом с телеграфными столбами, и уровень громкости может варьироваться, пока душа еще находится в пределах той сферы, которая, на мой взгляд, является астральным планом Земли. Люди рассказывают, что они слышат такие же звуки, когда находятся под общим наркозом. Эти громкие, но глухие звуки становятся более мелодичными, когда мы выходим из туннеля. И музыку эту назвали соответственно энергией Вселенной, потому что она оживляет душу. Что касается рассказов субъектов о духовных слоях, то я бы указал на вероятность того, что они видят астральные планы. В метафизических книгах мы много читали о различных планах над Землей. В древних писаниях, начиная с индийских вед и далее в более поздних восточных текстах, астральные планы представлены как ряд пространств или измерений, поднимающихся вверх над физическим осязаемым миром, которые постепенно переходят в мир духовный. Люди, имевшие опыт внетелесного ментального созерцания во время медитаций, воспринимали эти невидимые сферы на протяжении тысячелетий. Как сказано в этих описаниях, по мере удаления от тяжелых вибраций Земли, эти астральные планы становятся менее плотными. Следующий случай представляет душу, которая все еще встревожена после прохождения через духовный туннель. Это человек, который в возрасте 36 лет, умер от сердечного приступа на улице Чикаго в 1902 году. Он оставил после себя большую семью, маленьких детей и жену, которую сильно любил. Они были очень бедны. Случай пятый. Доктор Ньютон, можете ли вы уже отчетливо различать то, что вас окружает после того, как вы вышли из туннеля. Субъект. Я все еще прохожу через эти пенистые облака вокруг меня. Я хочу, чтобы вы продолжили свой путь через них и рассказали мне, что вы видите. О, я вышел из них. Боже мой, какое просторное место. Такое яркое и чистое. Оно даже хорошо пахнет. Я смотрю на прекрасный ледовый дворец. Расскажите подробней. Он огромен. Он выглядит, как яркий искрящийся кристалл, словно цветные камни сияют вокруг меня. Когда вы говорите «кристалл», мне представляется чистый цвет. Ну, здесь преимущественно серые и белые, но когда я проплываю вперед, я вижу другие цвета, мозаичные. Все блестит. Посмотрите вдаль, изнутри этого ледового дворца. Видите ли вы какие-нибудь границы? Нет. Это пространство бесконечно. Такое величественное и тихое. Что вы сейчас чувствуете? Я не могу полностью насладиться этим. Я не хочу идти дальше. Мэгги, вдова субъекта, я вижу, что вы все еще беспокоитесь о жизни в Чикаго. Препятствует ли это вашему переходу в духовный мир? Субъект подскакивает прямо в кресле. Здорово! Я вижу, что мой гид-проводник направляется ко мне. Она знает, что мне нужно. Расскажите мне, что происходит между вами и вашим гидом-проводником. Я говорю ей, что не могу идти дальше, что я должен быть уверен, что с Мэгги и детьми все будет в порядке. И что отвечает ваш гид-проводник? Она успокаивает меня, но я чувствую себя слишком подавленно. Что вы ей говорите? Я говорю ей, как вы позволили этому случиться? Как вы могли так поступить со мной? Вы заставили нас с Мэгги пройти через боль и лишение, а теперь разъединили нас? Что делает ваш гид-проводник? Она пытается успокоить меня, говорит мне, что я хорошо поработал и могу увидеть, что все идет по намеченному курсу. Принимаете ли вы то, что она говорит? У меня в уме появляется информация о будущем на земле, что моя семья справляется без меня, смирившись с тем, что я умер. все будет в порядке и мы снова увидим друг друга. И что вы при этом чувствуете? Я чувствую покой. Да, теперь я готов идти. Прежде чем коснуться значения встречи субъекта со своим гидом-проводником, я хочу остановиться на его интерпретации духовного мира как ледового дворца. Продвигаясь дальше в духовный мир, мои субъекты будут рассказывать о том, что видят здание или находятся в хорошо меблированных комнатах. Состояние гипноза само по себе не создает эти образы. С логической точки зрения люди не должны были бы вспоминать о таких физических конструкциях в нематериальном мире. Разве что мы можем предположить сцены естественного земного окружения предназначены для того, чтобы помочь душе пережить переходный этап после физической смерти. Эти картины имеют индивидуальное значение для каждого субъекта. Все они после оставления физического тела находятся под воздействием своего земного опыта. То, что душа видит в духовном мире образы, имеющие отношение к местам, где она жила или которые посещала на земле, имеет свою причину. Незабываемые картины дома, школы, сада, горы или берега моря открываются душам благодаря тому, что духовная сила великодушно дает нам возможность успокоиться, созерцая знакомые земные образы. Наши планетарные воспоминания никогда не умирают, они навечно запечатлеваются в памяти души, как сказочные сны, так же, как образы духовного мира живут в нашем уме. Мне очень нравится слушать описания образов, которые возникают у субъектов в духовном мире сразу же после того, как они туда попадают. Они могут увидеть поля цветов, возвышающиеся вдали башни замков, или радугу в открытом небе, словно они вернулись в свое любимое место после долгого отсутствия. Похоже, что эти первые эфирные земные картины в духовном мире не слишком меняются от жизни к жизни, хотя описания могут несколько варьироваться. я заметил, что по мере того, как субъект продвигается дальше в духовный мир, продолжая описывать различные функциональные аспекты духовной жизни, его комментарии становятся более однородными и неизменными. В последнем случае представлена довольно неустановившаяся душа, тесно связанная с другой близкой ей душой Мэгги, которая осталась на земле. Несомненно, некоторые души несут в себе негативный багаж трудной прошлой жизни дольше, чем другие, несмотря на успокаивающее влияние духовного мира. Большинство людей полагают, что все души становятся всезнающими после смерти. Это не совсем так, поскольку период адаптации у разных душ варьируется. Время адаптации души зависит от обстоятельств смерти, привязанности каждой души к воспоминаниям, о только что окончившейся жизни и от уровня ее развития. Я часто слышу гнев в словах субъектов, прошлая жизнь которых внезапно оборвалась в молодом возрасте. Такие души, вернувшись в духовный мир, нередко испытывают замешательство и растерянность из-за того, что им неожиданно пришлось оставить людей, которых они любили. Они не готовы к смерти, и некоторые сразу после оставления своего физического тела испытывают чувства печали и потери. Если душа травмирована из-за того, что оставила незавершенные дела, то обычно первое существо, которое она видит сразу после смерти, это ее гид-проводник. Эти в высшей степени развитые духовные учителя готовы принять на себя взрыв негодования или разочарования души, потрясенной своей безвременной кончиной. Субъект 5 в конечном итоге нормально адаптировался в духовном мире, дав возможность своему гиду-проводнику помочь ему в его путешествии. Однако, как я выяснил, при входе в духовный мир, наши гиды-проводники не занимаются проработкой наших ментальных расстройств. Для этого, то есть для подробного обзора кармических уроков жизни и смерти, есть специальное время и место, о чем я буду рассказывать позже. В случае пятом гид-проводник предложил субъекту сжатую визуализацию будущих событий на земле в связи с его женой и детьми как средство утешения, чтобы он мог продолжить свое путешествие в более позитивном настроении. Несмотря на различное состояние ума моих субъектов сразу после смерти, их речи полны восторженных восклицаний о заново открывшихся чудесах духовного мира. Обычно это чувство сопровождается эйфорией, так как их мирские заботы теперь позади, особенно физическая боль. Помимо всего прочего, духовный мир представляется местом высшего покоя для путешествующей души, хотя на первый взгляд может показаться, что сразу после смерти мы оказываемся в одиночестве, на самом деле мы не остаемся в изоляции или без поддержки. Невидимые разумные силы энергии ведут каждого из нас через эти врата. Души, вновь пребывающие в духовный мир, имеют мало времени для того, чтобы плавать вокруг, недоумевая, где они находятся и что с ними будет дальше. Наши гиды-проводники, а также друзья и близкие, ждут нас около входных врат, чтобы наполнить нас пониманием, любовью и уверенностью в том, что с нами все в порядке. в действительности мы чувствуем их присутствие с самого момента смерти, потому что наша адаптация в значительной степени зависит от влияния этих доброжелательных существ на нас. Редактор субтитров